Ирина Зартайская. Сюрприз для мамы. Однажды мама Зайка проснулась позже всех. — Ай-яй-яй! — заволновалась мама, взглянув на часы. — Я же ничего не успею. Она хотела разбудить папу Зайчика, но он уже сам погладил свою лучшую рубашку, выпил морковный сок и уехал на морковную фабрику. Она заглянула в комнату Зайчат. Но они уже сами оделись, съели капустные пирожки, собрали портфели и убежали в лесную школу. Тогда мама Зайка решила помыть посуду после завтрака. Но оказалось, что все тарелки уже чистые, чашки аккуратно сложены в кухонный шкафчик, а на обеденном столе нет ни одной крошки. Мама Зайка вспомнила, что хотела заняться стиркой, но заметила, что белье уже выстирано, расправлено и развешено сушиться на длинной веревке во дворе. Полы в норке вымыты, пыль на книжных полках вытерта, цветы на подоконниках политооручные домашние бабочки покормлены. Мама Зайка в растерянности села на диван. И вдруг дин-дон! В дверь позвонили. Мама Зайка побежала открывать. На пороге стояла огромная коробка, перевязанная широкой оранжевой лентой. «Ай, что бы это могло быть?» – удивилась мама Зайка. Коробка была такая большая, что для того, чтобы ее открыть, маме Зайке пришлось принести из чулана маленькую лесенку. «Это точно не подарок на день рождения, ведь он уже прошел», – пыхтела мама Зайка, забираясь по ступенькам. «И это не рождественский сюрприз, потому что сейчас весна», – думала она, развязывая ленточку. «И это не капуста, потому что ее привезли еще вчера», – рассуждала мама Зайка, открывая коробку. Тогда мама Зайка заглянула внутрь и увидела папу Зайчика с зайчатами. В лапках зайчата держали охапки-ландыши. «Сюрприз!» – закричали они и кинулись обниматься. «Вот это подарок!» – обрадовалась мама Зайка и от счастья покраснела до кончиков ушек. «Самый лучший на свете!» «Но что сегодня за праздник?» «Как же ты могла забыть!» – улыбнулся папа Зайка. «Ведь сегодня мы тебя просто любим день!» «Самый лучший на свете!» «Самый лучший на свете!» «А это добрый день!» Продолжение следует...